Добрый день! На днях я получил вот такую большую коробочку, достаточно дорогую. Это Sengso Master Morphix 10x10. Да, это аналог кубика 10x10 и естественно в форме Master Morphix. Компания Sengso удивляла последнее время тем, что в свои не самые простые головоломки клала инструкцию по сборке. Здесь инструкция отсутствует. Возможно этот Master Morphix не показался им сложной головоломкой, но инструкции нет. Вот он, красавец, 10-слойный Master Morphix. Давайте на нем сделаем какой-нибудь рисунок, чтобы было видно количество слоев. Напомню, что Master Morphix обычный это шейп-мод кубика рубика 3х3. Ну, если говорить о Master Morphix 3х3. Очевидно, что 2х2, 4х4, 5х5, 6х6, 7х7 и 8х8 это шейп-моды аналогичных кубиков того же размера. Пока пропустили версию 9х9, но я уже видел, что кое-где она продается и не гоже с 2х2 по 8х8 Master Morphix купить, купить 10х10, а 9х9 пропустить. Да, в нем уже какого-то особого интереса не будет, но я его приобрету. Ну, как только он будет более широко продаваться. Я успел уже собрать эту замечательную головоломку. Потратил на это пол дня примерно, но я не постоянно собирал, отвлекался, но что можно сказать. Как и ожидалось, новых каких-то впечатлений здесь не возникло. Если вы умеете собирать многослойные Master Morphix, то соберете 10х10. Удовольствие уже не дешевое, в районе 5000 рублей стоит в Китае. Master Morphix четный, значит в нем есть паритеты. Я уже на своем канале выпустил обучающее видео по 2х2, 3х3, 4х4 и 5х5. Сейчас готовится 6х6, не знаю когда смогу его доделать, но по идее, если вы будете уметь с 2х2 по 6х6 собирать, даже без 2х2, то соберете и 10х10, если поймете принцип сборки. Я пришел к выводу, что крупные Master Morphix удобнее собирать методом редукции, то есть сводить их к Master Morphix меньшего размера. Сложность составляет только сборка двух последних центров. Сборка ребер у них начиная с 5х5 одинаково, это просто фрислайс, ну и этап 3х3, он такой уж как на 3х3, либо 4х4, в зависимости четный Master Morphix или нечетный, то есть у четных будет паритеты. Сборка первых четырех центров она простая, собираем полосочки и ставим на свои места, но сборка двух последних может вызывать трудности. Если вам это легко удалось на 5х5, то на 6х6 нужно будет немножко подумать. Вам очень поможет владение кубиком 6х6, потому что алгоритмы там все те же, да и трициклы в принципе похожи для сборки центров. Ну и чем дальше, тем просто больше элементов. Если мы посмотрим внимательно, у Master Morphix 10х10 центр состоит из 64 элементов. Если мы сдвинем крайние как-нибудь, 2 крайних слоя, то будет уже не 64, а главное довернуть ровно, вот так вот, а будет уже 36. А такой центр на каком Master Morphix? На 8х8. А значит можно собрать сначала центр как 8х8 и потом дособирать оставшиеся полосочки обычными трициклами центров из 10х10. В итоге свести его к 5х5, то есть получить вот такие вот отдельные ребра, которые как 5х5 потом собрать. Ну и расставить уголки. А если взять центр 8х8 и сдвинуть у него крайние полоски. Вот на восьмерке давайте посмотрим. Сдвигаем. Так. 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 И вот так. Как-нибудь так оставим. Это получается центр из 16 элементов, такой же как на 6х6. И мы можем так дальше продолжать. Возьмем 6х6. Сдвинем крайние. И получим центр из 4 элементов, такой же как на 4х4. А значит для того, чтобы собрать последний центр, ну последние два центра на Master Morphix 10х10. Мы собираем сначала как 4х4. Вот эти 4 внутренних элемента. Потом трициклами центров собираем вот эти попарные такие, так называемые, ребра. Собираем их как в 5х5. Получаем вот такую картину. После чего опять трициклами собираем вот эти вот уже ребра из 4х элементов. Расставляем их по местам. Ставим угловые центры по местам. Получаем картину вот такую. Здесь опять собираем ребра уже из получается 6 элементов. Ну, центральные ребра. Расставляем их как в 5х5 и расставляем углы по местам. Принцип один и тот же. Просто больше элементов. 10х10 уже сильно дороже, чем у Master Morphix 8х8. Особой новой сложности здесь нет. Просто дольше собирать. Понравилось ли мне собирать? Да, конечно. Но если у вас нет лишних 5000 рублей, вы немного потеряете, если его не купите. Да, я заранее скажу, что если вам нравится серия Master Morphix, то их лучше осваивать постепенно. 2х2 можно пропустить, он никак не влияет на остальные. То есть там другие знания требуются. А 3х3, 4х4, 5х5 и так далее лучше изучать постепенно. Так гораздо интересней и понятней. Master Morphix это не самая простая головоломка. Особенно паритеты четных кубов здесь не такие, как на других шейпмодах. Поэтому лучше не торопиться. Лучше внимательно, основательно ко всему подойти. А если вы уж там наиграетесь с 6х6 и захочется больше, то можно и приобретать. 7х7, 8х8 и так далее. Не думаю, что в скором времени появятся более крупные Master Morphix. Хотя у компании все получается. Почему бы и нет? 9х9 я куплю точно и когда-нибудь, когда-нибудь, возможно, запишу сборки на скорость, по отдельности, быть может даже рилеи. Вряд ли это будет с 2х2 по 10х10, но посмотрим. Вначале их по отдельности нужно на время собрать хоть за какое-то. То, чтобы выбрать столько времени, чтобы собрать десятку за раз, не отвлекаясь, это надо постараться. Ну, а какие-нибудь поменьше, думаю, гораздо более вероятно. Я собрал пока один раз, но головоломка стабильно, ничего не разлетелось и особых проблем я не испытал. Да, детальки мелкие, еще мельче, чем на 8х8 и поэтому нужно внимательно следить, что у вас довернуто. И тогда уже делать следующий поворот. Вот сейчас у меня хаотично все повернуто. Надо довернуть. Причем со всех сторон. Чтобы прорези совпадали. И тогда уже вращать. Ни один элемент не вылетел. Категорично ничего не заклинило. Все работает, все хорошо. Голомка сделана качественно, но из-за своего размера и сложного механизма вращается, конечно, не как скоростной кубик. Мне мастер морфикс понравился. Нужен ли он вам, решайте сами. Но здесь, как и с кубиками, если вы научились собирать 6х6 и 7х7, то все остальные вы соберете вплоть до 21х21, который сейчас доступен. Здесь опять, если вы научились собирать 6х6 и 7х7, то и дальше все мастер морфиксы тоже соберете. Я постепенно сделаю обучающее видео на все модели. Понятно, что начиная с 6х6 это будут скорее примеры сборок с фишками последних центров. Но 8х8, 9х9 и 10х10 будут только после того, как я сделаю подобные видео по кубикам тех же размеров. А пока их нет и мастер морфикс тоже не будет. А кубики я сделаю не раньше, чем куплю хорошие кубики с 8х8 по 10х10. 8х8 и 9х9 уже кандидаты есть. Поступят в массовую продажу, я их куплю. Это Дианшенко магнитные. Десятки пока не видно, но подождем. Хороший мастер морфикс, дорогой. Не особо сложный, но собирается долго. На этом у меня все. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok